Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Поддержка программы «Особое мнение» Кировский кирпичный завод. Фундаментальный взгляд на строительство. Главное в строительстве. Надежные поставщики. Каждая сэкономленная минута – это критерий качества нашей работы. Кировский кирпичный завод. Верный и ответственный партнер на пути к вашей цели. Киров. Луганская, 59. Телефон 761-500. Особое мнение на 101FM Начинается программа «Особое мнение». У микрофона Светлана Занько. Своё особое мнение сегодня высказывает член рабочей группы по контролю за содержанием и ремонтом дорог Виталий Брам. Виталий, добрый день. Добрый день. Я тебе обещала, что мы с тобой разберёмся в эфире, пройдёмся по твоим публикациям, которые ты размещаешь на сайте bram.ru. Хороший сайт какой. И в своих группах в Фейсбуке, и в ВКонтакте, я не хожу. Везде, во всех соцсетях приходится быть. Две темы тебя интересуют в последнее время. И самая последняя тема – это АТП. И мы говорим о публикации, которая называется «Зачем автобусы заправлять топливом для танков?» «Как получить 100 миллионов». Что касается топлива для танков, то, естественно, я как обыватель сразу цепляюсь за этот заголовок, потому что я ездила и ходила по улицам нашего города в прошлом году. И здесь не раз в эфире мы задавались вопросом, а что, собственно, происходит, почему дымят пазики. И тут представители различных активистов, и даже общественной палаты, да и слушатели звонили и говорили, что женщины падают в обмороке от этих жутких клубов дыма. И никакого ответа от администрации. Как будто бы этого жуткого черного чадящего дыма не существует. Все его видят и чувствуют, но только не те, кто работает в АТП, которые, собственно говоря, ездят на этих пазиках, и не те, кто им дают заказы городские. Во-первых, давай так. Ты рассказываешь суть своего расследования, которое ты публикуешь. Как один мой друг говорит, суть круть. Ну, это ты так думаешь. Сейчас услышим. Может быть, нет. Ну, собственно говоря, конечно, администрация города не будет нам всем говорить, что, слушайте, да, у нас плохое топливо, да, у нас там сломанное оборудование, надо что-то с ним делать, мы что-то будем с ним делать. Для них, которые живут абсолютно в параллельной реальности, безусловно, все хорошо. Я как раз таки вот привел в этой своей статье, это, можно сказать, мини-расследование, почему все хорошо, да, потому что разница в цене топлива печного и то, которое нужно заливать, вот за последние три года, 100 миллионов рублей. За 100 миллионов рублей администрация будет говорить вам, все отлично, все очень хорошо. Установлено, что АТП заправляло свои автобусы, свои 20 автобусов, и сколько там у них автобусов? В АТП вообще порядка 150 автобусов. 150? 150 своих автобусов. Автобусов? Это не пазики, это автобусы, которые куплены в том числе за счет городского бюджета. Это лиазы. Заправляли печным-то топливом что? Какие? Как раз таки их. Вот в первую очередь мы говорим про них. Лиазы. Это лиазы. Красная, там, единица, 23. Самые выгодные маршруты. Печным топливом. Самые лучшие автобусы в городе. Печным топливом. А это кто доказал? Пока что это лишь, в принципе, нам известно с публикацией на одном из СМИ, нам известно из инсайдов изнутри. То есть водители сами и сотрудники АТП сливали информацию? В принципе, да. Я даже более скажу, что и в том числе органы администрации, правительство и все прочее, такая дырявая вещь, которая все выливается на самом деле. Но никакие органы и никакие замеры это не подтвердили? Насколько нам известно, на АТП были обыски, как было написано на Вятском наблетеле. Я знал еще заранее это, то есть инсайдовская информация. Они на самом деле были, на самом деле были изъятия. Я надеюсь, к чему-то это приведет. Я просто решил разобраться, потому что, на самом деле, долгие годы говорят, что топливо-то не соответствует нормативам, я как говоря. И даже в бумагах, в закупках я смотрю на ГОСТ, который прописан в документации. Это ГОСТ 305-82. Очень такой странный ГОСТ, потому что это не Европей, которое с 2014 года введено в эксплуатацию. Это вообще в нашей стране и другое топливо, в принципе, нельзя заправлять, нельзя распространять на заправках, как вот здесь они делают и все прочее. Это очень такое странное топливо. Прямо выписка из ГОСТа топлива с содержанием серы 2000 мг на килограмм поставляется по государственному оборонному заказу и на экспорт. Данное топливо не допускается к реализации через автозаправочные станции общего пользования. То есть это такое странное топливо, видимо, для танков. Ну, у нас есть танкист главный, видимо, ему приятнее заправлять для танков. Привык, наверное, да? Но вы должны понимать, что, во-первых, их автобусы все заточены минимум под Евро-4. Хотя уже даже Евро-4 нельзя заправлять. У нас сейчас введен стандарт государственный. И даже вот этот ГОСТ, который прописывался вплоть до последнего контракта в конце прошлого года, он не соответствует. То есть в 2013 году на смену даже этому странному ГОСТу пришел другой странный ГОСТ. То есть они до сих пор все эти годы прописывали ГОСТ, по которому он вообще не действует. То есть кто поставлял, как поставлял. Очень интересные вопросы, если разбираться. К сожалению, на сайте госзакупок позволяют посмотреть только за последние три года. Но нам известно, что как раз-таки вот эти три года, про которые речь, насколько мне известно, движение нефтепродукт, которое ранее поставляло, не смогло, видимо, конкурировать со странными организациями. Которые поставляют вот это странное топливо. На вроде типографии, например. Организация типографии поставляет топливо для автобуса? Вы удивитесь, да. Типография, вятка, поставка топлива для автобуса. Раз, два. Они участвовали или прям поставляли? Они участвовали в аукционе и, соответственно, поставляли каким-то образом. Ну, может быть, они кому-то отдавали на стоп-подряды. Эту историю умалчивают. Но сам по себе, крупнейший, в принципе, поставщик топлива, как движение нефтепродукт, чпецкий, не смогли поставить топливо. Не смогли поставить топливо, но по той цене, которая предложила типографию вятку. И, самое интересное, последний контракт, который они разыграли, как раз-таки ушел в чпецк нефтепродукт. Но, насколько мне известно, это после первых обысков, которые были еще в конце прошлого года, на самом деле. На АТП. Да, то есть. Ну, вот такие странные вещи происходят. И важно же понимать сам по себе объем колоссальный, идиотизм заправлять топливом печным. То есть, даже вот этот ГОСТ, который они прописывают, насколько мне известно по плане информации, даже этому ГОСТу это топливо не соответствует. Это еще дешевле топлива. То есть, там разница порядка. Вот я прямо взял в таблицу, привел, то есть, по каждому контракту. Вот, взять, к примеру, последний контракт. Если посмотреть на контракт, то цена за литр составляла 32,80. Печное топливо стоит 27 на рынке. Евро 5 стоит 30 на рынке. А смысл, как раз-таки, что вот эта разница за эти годы вырисовывается в 98 миллионов рублей. Вот это и есть смысл. Вот это и есть смысл. К сожалению, сталкиваясь вот с этой командой, так скажем, это реально организована эта группа, которая выдаивает эти все муниципальные предприятия, будь то дороги, город, дармострой. Кстати, там тоже надо посмотреть. Насколько мне известно, там эта же компания, одна из них, промбитсервис, поставляла топливо. Надо посмотреть более детально еще. Доберемся и до них. Но что про рачкомпания муниципальная, просто какой-то кошмар происходит. Вот если влезать в эту всю историю... Нет, давайте мы про АТП, а потом про управляшки поговорим. Итак, расчеты, о которых сейчас говорит Виталий, они выложены как раз вот в этой публикации. Многие очень перепостили. Выкладок много, постановлений, комментариев, цифр. Там есть и даже кое-какие имена и фотографии там светятся. Суть в том, что ты считаешь, судя по твоему расследованию, что за несколько последних лет, благодаря вот таким действиям экономическим, куда-то сэкономилось 98 миллионов. И эти 98 миллионов кто-то положил себе в карман. Кто-то, да. Говорят, даже на обысках у кого-то изъяли какую-то сумму. А в итоге АТП заправляло свои автобусы топливом, который не соответствует нынешнему ГОСТу, который должен заправляться. И, в общем, поэтому мы видим клубы дыма. А что эти цифры не видели? Органы ответственные? А к ним огромная масса вопросов. Вообще к ответственным надзорным инстанциям, которые почему-то безмолвствуют, ничего не делают, не проверяют, не могут зайти на предприятие иногда или не хотят. Сейчас единственная наша возможность на это повлиять, это максимальная публичность через СМИ, через социальную блогосферу и все прочее. Но это единственная, как мы можем влиять. Задача вопроса. Сейчас мы прервемся на полминуты, буквально после чего продолжим. Напоминаю, сегодня вы слушаете «Особое мнение» Виталия Абрама. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Поддержка программы «Особое мнение» Кировский кирпичный завод. Фундаментальный взгляд на строительство. «Особое мнение» на 101FM. Это программа «Особое мнение». У микрофона Светлана Занько. «Своё особое мнение» сегодня высказывает член рабочей группы по контролю за содержанием и ремонтом дорог Виталий Брам. И мы говорим о тех расследованиях, которые Виталий публикует на своем сайте. Сейчас мы говорили о БТП. Много всяких наименований было, цифр, гостов. Скажи, пожалуйста, аукционы, которые прошли на этот год, они в декабре прошли, да? В конце декабря был последний аукцион. Я просто сообщу нашим слушателям, кто выиграл аукционы по топливу. Напоминаю, этим топливом будут заправлять городские автобусы. Данный аукцион прошел 23 декабря. Общая сумма лота была 156 миллионов. Его выиграла единственный заявившийся поставщик ЧПЦК «Нефтепродукт». Ну, нормально. То есть типография пропала. Не типография. Уже хорошо. А гост, о котором ты все время говоришь? Даже здесь возникает вопрос. То есть они пишут в другой же гост, то есть не как раньше. Они пишут гост, который на евро топливо распространяется. Соответствую. Но наименование пишут, которое из старого госта взят. То есть здесь уже возникает такая коллизия. А что поставлять-то будет, собственно? Что поставлять-то будут? То есть наименование топлива одно, а там ссылка на гост другое. Ну, на мой взгляд, то есть как минимум здесь должен быть ФАС проверить всю историю. Вот, теперь у меня вопрос. У нас есть ФАС, у нас есть прокуратура. О которых мы заговорили. Они прекрасно должны работать. Они могут работать. Которые должны работать, обеспечивать здоровье организма нашего города. Скажи, пожалуйста, вот это все ты напечатал, да? Сейчас я посмотрю, какого числа это вышло. А 10 апреля публикация. Кто-то из органов уже позвонил тебе? Этот же ФАС, я не знаю, кто-то прокуратура. К сожалению, пока что нет. Раз. Но мы сами к ним придем. Мы сами к ним придем. То есть какие дальнейшие действия по АТП? На самом деле мы сейчас смотрим, что дальше будет происходить. Потому что, насколько мне-то известно, они-то к ним уже пришли. Органы к ним пришли, провели обыски. Вот эти обысков, эта вся история, в принципе, я так понимаю, что всплыла. И я думаю, что приходили именно за этим, чтобы искать вот эти вещи. Искать эти 100 миллионов. Может, нашли какую-то сумму здесь 100, да? Ну, ждем, посмотрим. То есть в любом случае дальнейшие там наши действия. Мы свяжемся и с органами, в чьем там видение находится. И узнаем более подробно все, что есть. Потому что на данный момент даже официальной информации нет, что были обыски. Вот теперь я хотела спросить. Вот еще маленький момент. Да, давай. Который я там забыл, к сожалению. Но тем не менее. Вот автобусы за счет бюджета купленных, 150 автобусов, из которых, по-моему, 120 работают на линии, там 30 тысяч у них стоят, болтаются. Есть и на самом деле очень большой вопрос. Но заливать туда печное топливо, в результате которого ломается топливная аппаратура, ремонт которой стоит больше 100 тысяч рублей. В год или что? Ну, за ремонт. Или за один автобус? Каждый год они на каждый автобус. Или за все? На каждый автобус? На каждый автобус больше 100 тысяч рублей на ремонт. Ну, где-то в год, да. То есть даже, может быть, больше. Ну, заправил там печное топливо, и пошло что-то не так. Ну, вот и все. Ну, и в этот момент мы пытаемся говорить там на общественной палате, да, на нашей группе. А вы докладывали эту историю на общественную палату? Нет, это нет, у нас немножко, ну, там другое направление. Мы просто там говорили, допустим, про улучшение, изменение маршрутной сети. То есть, допустим, вот там люди из Солнечного берега жалуются. Не могут уехать, стоят час-двадцать человек на остановке и не могут уехать. Почему? Говорим в администрации, ну, как об стенку горох. В принципе, вот есть АТП, есть администрации, должны этими вещами заниматься, а не думать, как украсть 100 миллионов рублей. Вот когда ты сидишь на своем рабочем месте и думаешь, как тебе украсть 100 миллионов рублей, я вас уверяю, ни о каком там благосостоянии города, его чистоте, о том, чтобы люди могли нормально уехать из дома на работу и обратно, и вообще там передвигаться по городу, у тебя даже мыслей об этом не будет. Пока тебе, кто с вилами не придет, с какими-то условными, и не скажет, слушай, ты что ничего не делаешь, ты почему? Вот скажи, пожалуйста, тут еще, давай, это уже добьем тогда АТП, у тебя здесь публикации, прям фотографии и фамилии людей, которые ты считаешь замешаны в этой схеме, правильно я поняла тебя? Да, все верно. Значит, пожалуйста, вот они там все есть, они тебе, вот, кстати говоря, эти люди еще не предъявляли? Пока нет, ну, пусть позвонят. Так, хорошо. Я скажу, что это Анатолий Криволапов, замдиректора АТП, да, Сергей Медовиков, депутат Кировской городской думы, член совета директора АТП, и Николай Дубравлин, директор АТП. Но это все руководство АТП, которым ты предъявляешь претензии и задаешь им вопрос, где 100 миллионов и почему печеное топливо? Я задаю вопрос, почему это все происходит. Конечно, нет, потому что у нас есть непосредственно директор АТП, это Николай Дубравлин, замечательный человек с усами. Да, мы знаем его хорошо. Сергей Медовиков, депутат, член совета директоров. Там много там в АТП, там Никулин, член совета директоров, Григорьев, который тоже есть вопросы, я там до этого писал, там есть масса вопросов про троллейбусный парк, который он там арендует и не платит ему АТП деньги и все прочее. Ну, вот так вот. Книгу вопросов, они тоже пока на тебя не выходили. Нет, я никак не знаю, что им в смысле выходить. Хорошо, значит, дальше. Под ударом, значит, твоим оказалась еще одна компания, которая называется Ленинская управляющая компания. Мало того, что эта компания оказалась, ты особенной любовью пылаешь бывшему руководителю компании Дмитрию Николину. На самом деле нет, я с вами общался прекрасный человек. Ну, потому что крылья ему белые пририсовываешь, нимб, значит, над головой. Просто вот как бы. Что за такое пристальное внимание к одной отдельно взятой управляющей компании? Вы задаете вопрос, который я первый раз задаю. Я бы хотел обратить свое внимание абсолютно на 100% управляющих компаний, действующих в городе Кирове, в Кировской области и в Российской Федерации. Если у меня были на это силы, я бы точно так и сделал. Просто здесь мы видим, вот мы говорили про АТП, а учритель Ленинской управляющей компании как раз таки АТП. А учритель АТП это городская администрация. То есть это муниципальная организация, которая в принципе должна бы подавать всем пример хорошей, доблестной работы. Но, к сожалению, мы видим совершенно другие вещи. Конкретно про Ленинскую, вот та история, про которую я уже кричу, наверное, везде уже, наверное, больше полугода, а вообще в целом год уже про нее пишу. Удивляются все журналисты, особенно журналисты удивляются, как тебе удается целый год не выпускать их из виду. Ну потому что, ну как, нужно доводить до какого-то логического завершения. Ну потому что из-за вот этих всех проблем внутри деятельности этой управляющей компании погибают люди не первый раз. Вот женщина, которая шла, бабушка, вот мне жалко я. Там не бабушка шла, там шла женщина. Ну женщина шла с внуками, правильно? Вот, ну поэтому бабушка. Ну мне жалко этих людей. Почему они должны ходить? Почему мы все должны ходить и думать, что, блин, сейчас как упадет что-нибудь с крыши тяжелое? Ну ведь не только Ленинская компания. Не только Ленинская. Не только. Мы поняли твое объяснение. Муниципальная компания. Мне все пытаются сказать, что вот там же рядом есть УЖХ, там Октябрьская управляющая компания, этот же ДОП. И к ним тоже есть претензии. Но упала-то с Ленинской управляющей компанией. Ну я понимаю, что ты ведь до падения еще начал свое расследование. Да, и если бы ко мне прислушались, то возможно ничего бы не упало. Твое объяснение тебя интересует компания, которое муниципальное 100% и именно поэтому. Итак, и чего? И что там? Вот помимо всего прочего, потому что если все говорит, у нас не хватит времени в эфире, но проблема, которая была создана на пустом месте, на мой взгляд. То есть ее можно было решить в свое время. Про приборы учета общей на МВМ. В первую очередь по отоплению. То есть те суммы, которые люди платят, показания снимают с приборов учетов. Большая часть домов Кирова ими оборудованы. В том числе дома управляющей компании Ленинского района. За приборы они не платят. Кто они? Управляющая компания, там люди, насколько я вижу, по судам с ними судятся уже 3 года. Но это отдельный вопрос, на самом деле. Подошел срок поверки приборов. Примерно июль-август 2016 года. С этого началась эта история, что ты писать начал? История началась, на самом деле, с разъединения этих компаний. То есть создание второй приезжей компании. То есть была одна крупнейшая в Кировском округе старая. И тут привлекла свое внимание. И тут они создают новую, выводят из учителей новую и старую. На старые там куча долгов. Старые уже банкрот официально признаны судом. Делают странные уступки, переуступки, долгов, обязательства. Переводят дома. То есть они создали вместо одной большой приезжей компании еще одну. На нее перевели все рентабельные дома. Все руклети оставили на старые. Да, мы знаем. Ну, как называется? Так, возвращаемся к приборам учета. Приборам учета, давайте вернемся. Прошлым летом вышел срок поверки этих приборов. То есть нужно просто было провести поверку. То есть есть специализированные организации, которые ее проводят. Говорят, что с прибором все хорошо. Все, он правильно снимает показания. Можно на основании этих данных выставлять счета. Все отлично. Но так как правильная компания не сделала поверку своевременно более чем в 100 домах, а скорее всего в 160, а может быть и больше, только та информация, которая нам попала в руки, списки домов, которые в ноябре пытались перевести на общегородской норматив. То есть по прошествии трех месяцев с момента срока поверки, они за этот период должны были их поверить. Это на самом деле не сложно, то есть в организации в принципе есть, но просто нужно было сделать. Взять и сделать. Но не сделано. В ноябре попытались перевести довольно большую часть домов на общегородской норматив. Людям пришли даже платежки первой партии, там 18 домов было, где разница между нормативом, который общегородской, и индивидуальным, который по приборам учета, в 2,5 раза. А прибавим еще коэффициент повышающий, который был 1,4 в прошлом году. В этом году его сделали 1,1, хотя должен был бы быть 1,5. То есть это в 3 раза люди могут переплатить. Потому что управляющая компания... Могут, но еще не переплатили. Могут, потому что управляющая компания сказала, когда мы это впервые опубликовали после всей этой истории, управляющая компания, там есть зам директора, зам бывшего директора Николина, господин Николина, говорит, мы ошиблись. Знаете, мы ошиблись, мы так просто случайно перевели на норматив и выставили платежки. Они пересчитали, слава богу, но возникает опрос. Ресурсоснабжающая организация, КТК, в данном случае, они-то выставляют счета по нормативу. И они в этом деле, в принципе, правы. Они действуют в соответствии с законодательством. Ну, да. Поэтому прибору снимать показания нельзя. Поэтому эти дома автоматически переводятся на общегородской норматив. И сейчас, как только появится, а он уже появился, довольно большой кассовый разрыв между выставленными счетами от ресурсоснабжающей организации и оплаченными счетами. Граждан, которые пересчитали. Управляющая компания, которая она оплачивает. Вот тогда возникнет проблема. То, что в любом случае управляющая компания должна что-то сделать. То есть выставить либо перерасчет, как они уже делали раньше, в связи с переводом вашего дома под потребление топлива на общий революционный норматив вам выставляют перерасчет. Тысяча рублей, например, в месяц. Или две тысячи рублей. Зависит от площади. И в любом случае это будет падать все на граждан, на собственников. Мы постараемся этого не допустить. Потому что здесь явная халатность, здесь явное нарушение жилкодекса. Потому что ответственность за эти приборы, как за общий домовое имущество, несет полную ответственность управляющая компания. Если не сделали поверку, и, кстати, этого еще и получился какой-то ущерб, то, я думаю, здесь пахнет уголовным делом вообще на самом деле. То есть вообще есть, разбираться. А я думаю, что наши правоохранительные органы могут это сделать. И они прекрасно все это знают. Ну, было бы странно, если мы это все знаем, то как бы если там этого не знают, ну и не знаю, значит, вообще не работают. Но мне кажется, что все знают, все прекрасно все понимают. И хотелось бы, чтобы все же обратили свой взор правоохранителей на всю эту историю. Сейчас прервемся на две минуты. Напоминаю, что это особое мнение Виталия Брама. Дальше перейдем к вопросам с сайта. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Поддержка программы «Особое мнение» Кировский кирпичный завод. Фундаментальный взгляд на строительство. «Особое мнение» на 101FM. Программа «Особое мнение» в эфире. У микрофона Светлана Занько. «Особое мнение» выражает сегодня член рабочей группы по контролю за содержанием и ремонтом дорог Виталий Брам. Вот ты все время говоришь «мы, мы, мы». Мы собрали материал, мы опубликовали, мы обратимся, к нам еще никто не обращался. Но сайт-то bram.ru. Кто такие «мы»? Я тоже, мне все время интересовал этот вопрос. Ну не может один человек, который не замечен в бухгалтерской деятельности и юридической. Я не знаю, сейчас мы раскроем все секреты. Значит, кто с тобой работает, Брам, скажи. Слушайте, ну на самом деле есть несколько волонтеров, юристов. Есть разные, есть волонтеры организации, которые там готовы подсказать, посоветовать, что-то, может проанализировать. На самом деле все замыкается на мне, это правда, то есть большую часть всех этих статей, все прочее, приходится самому писать. Что-то редактируется, там, журналистами в том числе. А, то есть на тебя работают. Или вы работаете с юристами. Это все волонтер. Мы работаем со всеми абсолютно. Журналистами. Со всеми, кто готов работать. Мы готовы работать с администрацией города. А штаб какой-то есть? Вот это «мы». Что значит «мы»? Мы и кто еще? Мы и мои друзья. И твои друзья. Брам и вы друзья. Подключайтесь, кстати. То есть никакие фамилии больше прозвучать не могут. Ну, взять, например, взять эту историю по топливу. С АТП. С АТП. Вот эту всю выборку, эту стоимость там рыночную. Я пришел к моему другу Багиру Шарифову. У него компания «Интеройл». Входит в рабочую группу по контролю с сохранением дороги. Да, да, да. Компания «Интеройл». Я говорю, слушайте, давайте посмотрим, сколько стоило на рынке печное топливо, евро-5. Сравним вот с этим. Ну, вот я сделал вот такую там выборку по контрактам. Мне помог в этом волонтер, который работает с госзакопками. Он сделал мне выборку. Я это все сформировал в таблицу, чтобы удобно все читалось. Пришел в «Интеройл» и мне дали там расклад по цифрам. Из этого я могу делать уже какой-то вывод. И, ну, можете по этому топливу, в принципе, как СМИ, как журналисты обратиться в компанию «Интеройл», чтобы они дали, может быть, какой-то объективный ответ, как вот участник этого рынка, в принципе, довольно давний участник. Очень давно занимается поставкой топлива, и почему бы и нет. То есть вот такого там характера. То есть у меня пока что нет вот такого, что есть штаб, где работает там 30 человек. Такого пока что нет. Мы к этому идем. Я вас всех призываю присоединяться. Пишите мне в соцсетях. Брам.ру. Мейл собака. Брам.ру. А зачем, скажи, пожалуйста, ты все это делаешь? Вот когда Навальный там что-то там сейчас заявляет, выступает, публикует и прочее, он конкретно говорит, иду на выборы. Ну ведь раньше Навальный не говорил, что идет на выборы. Ну как? Он даже наоборот говорил, а до этого он говорил, что не пойдет на выборы. Ну что, да, да. Ты, между прочим, в свое время с Навальным, я так понимаю, ты же и за него, и выступал, и тут организовал, когда суд был. Ну, Алексей, мы с ним общались. То есть до сих пор где-то бывают пересекаемся Кирилл или Москве. То есть у него есть, кроме экономических требований, коррупционных требований, важных для общественности, у него есть конкретные политические задачи, о которых он заявляет. А у тебя какие задачи? Наша задача, как говорит наш в Рио губернатор, навести элементарный порядок. Вот мы этим как раз и занимаемся. Вот мы наводим элементарный порядок в наших муниципальных организациях, в нашей администрации, допустим. А вы настоящий политик, Виталий, вы нам очень пригодитесь в правительстве. Расскажите нам, пожалуйста, все-таки. Нет, правда, какие у тебя цели? Ты на это кучу времени тратишь. Кучу. Я вижу в этом, ну, какое-то, может быть, предназначение. Как бы это, может быть, не звучало так громкие слова, но занимаюсь довольно долго. Все прошло. Это с дичь 11-го года на волне эмоций, недовольства результатами выборов в Госдуму. Ну, и все-таки у тебя были какие-то политические задачи. Ты тогда каким-то партиям принудлежал. Ну, я смотрел, куда, что, как. А сейчас что-то Брам, просто член рабочей группы. Как работает система. Ну, Брам это Брам. Вот просто можно сказать Брам, и все понятно. Вот есть сайт, есть логотип, заходите. Нет, вот нужно просто всем здравомыслящим людям. Такие есть в Единой России. Такие есть в других партиях. Такие есть в непартийной, в неполитической всей истории. Нужно просто осознать, что если мы сейчас все здравомыслящие люди, это очень важно, не каким-то образом объединимся, чтобы поправить этот бардак, который нас окружает, то канет просто в лету вся наша страна, весь наш город, он уже, можно сказать, одной ногой в аду каком-то. Когда выходишь на улицу и видишь лужу, или грязь, которую невозможно обойти, хочется просто закрыться под отделом дома, и никуда не выходить. Вот я тебе короче скажу. Антон вот задает на сайте вопрос. Напоминаю, что у всех слушателей есть возможность задать вопрос на сайте kiro.ru, разделе анонса. На кого работаете, господин Брам, он тебя спрашивает. Четче, видимо, чем я. Меня уже обвиняли в работе на Госдеп. Меня обвиняли в работе на КГБ. Меня обвиняли в работе на Кремль. Меня обвиняли в работе на олигархов. Кремль вообще не знает, знает ли про город Киров. Ну, видимо, знает. На кого работаете? Ни на кого не работаю, на себя, на благо города. Просто это мой подарок в виде этой деятельности нашему городу. Вот и все. Я считаю, что это важно, что кто-то должен этим заниматься. Это не заработок какой-то? Это не заработок. К сожалению, нет. К сожалению, нет. Я могу оставить данные, карты банковские, пускай скидут деньги. Вот, пускай. Николай Степанович спрашивает на сайте. Виталь, а как вы оцениваете работу нового директора ДДХ Менькина? Вас не смущает, что его назначили без всякого общественного обсуждения, без конкурса? Вас не шокирует тот факт, что уже руководство Менькина ДДХ заключает контракты только с определенными фирмами? Или вас купили, и вы эту тему специально обходите стороной? Мы умалчиваем. Это ответ был, да? Это шутка была. Николай Степанович, ответьте, пожалуйста. Смотрите, по поводу Менькина, ну, мы с ним пару раз виделись, парой фраз перебросились. Меня, ну, меня смущает вообще деятельность там всей дорожной сферы и вне зависимости от фамилии. То есть мы вот с этими фамилиями не работаем, никак не взаимодействуем. Мы работаем с этими институтами. Вот есть директорное хозяйство. И не важно, кто там Кошкин, Ишутинов, Менькин, Пельменькин, да не важно как бы. Ну, понимаете, вот важно, что вот работа организации. А это лишь наемный менеджер. Да, это человек из Москвы. Да, довольно странно, что он сюда приехал на довольно низкую зарплату. Да, это все странно выглядит. Да. Ну, давайте смотреть на результат. То, что мы говорим про заключение контрактов, но пока что контрактов заключения не было. Мы ждем результаты конкурсов. До этого Менькина все контракты заключались с одной организацией, я могу сказать точно. Это город Мострой. И будь они все прокляты вместе с этими огромными муниципальными монополистами, которые крайне неэффективно работают. Вот это я вижу. А вот работу Менькина мы сможем оценить в ближайшее время. Ну, то есть мы, Николай Степанович, ты говоришь, ты следишь за этой ситуацией. Николай Степанович, мы следим, блюдем всю эту историю, смотрим, как проходят конкурсы. Ну, посмотрим, что будет дальше. Но насчет конкурса и общественного обсуждения по поводу назначения на должность господина Менькина. А тут ведь писали, что эта должность не требовала конкурса. Какое общественное обсуждение у наемного менеджера, может быть, в конкретной муниципальной компании. Ну, с кем обсуждать-то? И конкурс там не требуется. Ну, как бы, зачем? С вами и со мной обсуждать. Я бы назначил, наверное, другого, на самом деле. Есть, я думаю, более лучшие кандидатуры из Кирова, которые могли бы взять на себя работу. Вот. И здесь мы, наконец, приходим к тому моменту. У нас три минуты остается, когда очень многие наши спикеры здесь в студии и в особом мнении, и в дневном развороте говорят, как ты, вот так вот, разводя руками, показывая объем, что очень многие местные специалисты могли бы руководить регионом, занимать министерское место, стать на пост главы администрации. Немногие. Никто. Немногие. Никогда. За исключением, может быть, Владимира Венича Журавлева сто лет назад, не называл фамилии, а кто, собственно. Никогда. Да. Он даже, когда сейчас про выборы говорим губернаторские, не могут никак оппозиционные партии договориться, а кто. Выборов не существует. Да бог с ними, с выборами. Есть назначенцы. Ты говоришь, я бы, например, назначил другого, и есть такие люди, специалисты, которые, это кто это? Вот, например, в нашей рабочей группе есть Шамиль Бузиков, зав. кафедры в МГУ. Давайте ему предложим. Он может, специалист в дорожном как-то строительстве или там как эксперт может выступать, но ему же руководить еще надо. Ведь это основной аргумент. Ты можешь быть не специалистом, как Менькер, любить туризм, например, и Дом-2, но ты, может, руководитель, ого-го. Я и говорю, что дело-то не в личности, и кто бы кого-то видел, тоже не важно. Важен результат работы. И мне абсолютно все равно, кто-то будет ставлен из Москвы или наш Кировский. На самом деле, мне абсолютно на это плевать. Главное, чтобы он эффективно работает. Я тебе говорю про ресурс. Вот ты понимаешь, когда еще раз все хорошие и не очень люди говорят, да у нас тут таких специалистов, которые буквально каждую должность может занять. В Кировской области. Где они все? Объясни мне. И ни один не называет фамилию. Ну, ты вот сказал там, да, Шавель? Ну, это просто примеру, я сказал. Мы это все обсуждали. У Шавели спрашивал. Нет, ну, давайте объявим какой-то конкурс. Давайте объявим конкурс. Ну, давайте сделаем там более открыто. Но в то же время нужно это или не нужно? Важно это или не важно? Важно ведь плоды работы. Важен результат. Ты можешь как-то подытожить, почему такая ситуация вообще складывается? Вот ты не зря же занялся муниципальными компаниями, да? Вот что это все, вот это вот, то, что ты пишешь? Это о чем свидетельствует? Как говорит мой друг Баги Шарифов, саботаж и халатность. А причины саботажа и халатности? Причины, я вот сказал, вот здесь разница в цене в 100 миллионов рублей, это и есть причина. Это коррупция. Это коррупция. Как бы мы не хотели обходить это слово, может быть, все по официальным источникам, там, СМИ, там, на телеканалах, говоря про коррупцию в других странах, каких-то, а у нас не видят ее. А она присутствует вообще везде. Да куда ни плюнет, везде коррупция. И о каком развитии можно говорить? Можно поставить любого человека, править какой-то маленькой организацией, но он там не выдерживает. И его там сломают. Он либо в эту систему встроится, либо его посадят, уволят, там, ну, много отравят. Бывали же такие случаи, на самом деле. Ты поэтому не идешь в систему? Я считаю, что система... Вопрос до эфира. Почему не в Гордуму, например? В Гордуму? Ну, я на самом деле думаю. Мне слишком много человек говорит, иди. На что я говорю, а что она мне даст? Вот у меня будет этот мандат депутата городской думы. Буду я там, допустим, один из 35 человек. Или 6, сколько их там? 15 секунд. Ну, что-то даст. Если вы считаете, что это даст, пишите мне в соцсети, иди в городскую думу. Да, кстати, напишите, мы потом, значит, это разберем. Пишите больше мне, да, и, может быть, я решусь пойти. Если вы готовы мне помогать, без проблем, хоть завтра пойду. Это было особое мнение Виталия Брама. Микрофону была Светлана Занько. Всем до свидания. Особое мнение на 101FM